Сегодня мы с вами продолжим знакомство с языком Python. Остановимся на такой теме, как списки. Рассмотрим понятия списка, способы задания списка, обращение к элементам списка, методы и функции списков. Любой язык программирования обязан поддерживать составные типы данных, где одна переменная может содержать как контейнер несколько других переменных. В лучшем случае – произвольно много. Например, все таким контейнером мог быть массив, он содержал элементы одного типа. В Python для этой цели существует несколько типов данных. Самым базовым из них является список. Списки в Python, как и строки, являются упорядоченными последовательностями значения. Однако, в отличие от строк, списки состоят не из символов, а из различных объектов. Они заключаются в квадратные скобки и отделяются друг от друга с помощью запятой. Еще разок, списки могут состоять из различных объектов, то есть чисел, строк, других списков. Если список состоит из списков, то называют этот список вложенным. Например, вот здесь список целых чисел, список вещественных чисел, список строк, смешанный список, состоящий из четырех элементов. Первые два элемента – это строка, последние два элемента – это целые числа. И последний список – это вложенный список, каждый элемент которого, в свою очередь, является списком. Над списками, так же, как и над строками, можно выполнять операции соединения и повторения. Например, дан список, состоящий из элементов 2, ВТРО, 2020. Это разные элементы, да? Плюс список учебный год, один, семестр. Так как я соединила два списка, я получу список, элементы которого будут состоять из 2, ВТРО, 2020, учебный год, один, семестр. Типы сохраняются. Повторила я свой первый список, повторю три раза, то есть умножу на три. Что получу? По аналогии с символами или элементами в строке, можно получать доступ к элементам списка по их индексам. Можно складывать их, извлекать срезы, измерять длину списка, узнавать тип данных. Например, пусть дан список лист 1, состоящий из элементов 2, В, Т, РО, 2020. Длина этого списка функция ЛН 6, 5, прошу прощения. Раз, два, три, четыре, пять. Индексация начинается с нуля, как и в строках. Так, что будет? Если я сложу нулевой элемент с третьим элементом, мне интерпретатор дал ошибку. Почему? Нулевой элемент – это число. Третий элемент – 0, 1, 2, 3 – это строка РО. Число со строкой складывать нельзя. То есть, когда мы складываем элементы списка, нужно учитывать, к какому типу относится этот элемент. Тот же пример, но уже сложу нулевой элемент и четвертый элемент. 0, 1, 2, 3, 4 – это получается, я сложу 2 и 2020 – получу 2022. Если я хочу сложить строки, значит, я, например, первый элемент – это В, и третий элемент – это РО. Сложил, получил одну строку в РО. Можно использовать срезы. Первый индекс среза, мы знаем, это начало. Второй индекс среза – это окончание участка, который мы берем. При этом вот это число 3, например, оно не будет входить в наш ответ. То есть мы здесь возьмем нулевой элемент, первый элемент и второй элемент. У меня получится список, который состоит из элементов 2, В, Т. Если в срезе я указываю только один индекс, это означает либо от начала строки до индекса, либо от этого индекса до конца. В данном случае у меня будет от третьего индекса, от третьего элемента с индексом 3, вернее, и до конца. Это будет 0, 1, 2, третий у меня РО, это будет РО, и последний – 2020. Здесь я пропустила, то есть означает от начала до четвертого элемента шагом 2, то есть через один. Нулевой – первый пропускаю, второй пропускаю, а дальше уже все. Так это ограничило четвертым элементом. Можно узнать тип. То есть я указываю функцию type, указываю тип чего именно, лист 1, который я задала, и он мне говорит, этот объект типа класса лист, то есть это список. В отличие от строк, в списках элементы менять можно, в строках элементы менять нельзя. Например, пусть мне задан строка STR1, равный 2ВТРО, и список, состоящий из этих же символов 2ВТРО. Если я захочу в строке STR поменять второй элемент, второй символ на Т, он мне даст ошибку. Менять нельзя, это неизменяемая беда строка. Если я же это же самое сделаю со списком, он поменяет, ошибку не даст, и выведет, что второй элемент – это 0, 1, 2. Я вместо большого русского Т поставила малое английское Т. У меня получится 2ВТРО. В списках можно изменить целый срез. Для этого что нужно сделать? Нужно, например, в ЛИС-1. Изначально мой список будет 2ВТРО. Указываю начальный индекс среза и конечность индекс среза. Через равно указываю новые значения, какие я хочу дать. Вот нулевой, первый, второй. Хочу заменить 2 и 3. 4 я не заменю, так как 4 сюда не будут входить. В данном случае, если бы я поставила только Т и Р, у меня бы заменились вот эти два символа. А я добавила еще О малое, тогда мой список будет. Вот 2В осталось, Т заменила, Р заменила, вместо П поставила Р, вставила О, вот это вот, и старое О у меня осталось. То есть вот это получился у меня новый список. Для списка можно создать его копию. Каким образом? К примеру, пусть мой список, лист 1, будет создать из элементов 2ВТ2020. Тогда лист 2 – это будет копия этого списка. Я беру объект.копия, копирую. В новом списке, в новой копии поменяю второй элемент. 0, 1, 2, 2020, поменяю на 2021. Выведу на экран и копию измененную, и начальный список. У меня получится 2ВТ2021, так как я его поменяла, а начальный 2ВТ2020. Для списка можно создать вторую ссылку на список. Но здесь нужно помнить, что при создании второй ссылки данные не копируются, а эти данные имеют два имени, поэтому изменение одного списка будет приводить к изменению другого списка. Например, список 1, тот же, 2ВТ2020. Лист 3 равно лист 1. Он не скопировал лист 1, он получил ссылку на лист 1. И если я в лист 3, в новом, поменяю первый элемент, вместо ВТ поставлю ВТРО, выведу на экран и лист 3, и лист 1, у меня оба листа будут измененные. 2ВТРО, вот вместо ВТ, 2020. 2ВТРО, 2020. Для создания копии предусмотрен более простой синтаксис, нежели использование стандартного метода копии. Достаточно взять срез списка от начала и до конца. То есть если я листу 3 присвою значение лист 1, срез от начала до конца, то это эквивалентно будет записи лист 1, копия. На экране вы видите методы списка. Примеры использования этих методов разобрать самостоятельно. Сейчас просто озвучивайте методы. Метод append – это добавляет элемент x в конец списка. Метод extend – добавляет список t или шкартеж в конец списка. Тут один элемент, тут целый список добавляется. Метод insert – он добавляет значение x в конкретную позицию, то есть вставляет. Pop – он извлекает элемент с этим номером, с номером i. Remove – удаляет из списка элемент с конкретным значением. Count определяет количество элементов, равных аргументу. Index определяет вхождение первого элемента, или позицию первого вхождения, правильно сказать, в список значения x. Reverse переворачивает список наоборот. И сорт – происходит сортировка элементов списка по возрастанию, это если числа, и в алфавитном порядке, если это строки. К спискам применимы стандартные функции. Такие функции, как len. Записали, мы уже сегодня ее использовали. Она определила длину списка, то есть подсчитала количество элементов списка. Функция sum. Подсчитывает сумму элементов списка, если все они будут числового типа. Функция range. С функцией range вы уже знакомы, когда рассматривали циклы, мы рассматривали эту функцию. Эта функция нам создавала объект диапазон. Она и здесь формирует диапазон значений целых чисел. В общем виде эта функция имеет три аргумента. Начало диапазона, конец диапазона, который всегда не включается, и шаг. В питоне эта функция не выдает список, а еще раз, производит объект диапазон. Чтобы из диапазона получить список, нужно явным образом преобразовать результат к типу лист. Вот здесь вот создается диапазон. От нуля до десяти, десять не входит. Шагом один, то есть числа от нуля до девяти включительно. Но это диапазон, и чтобы использовать как список, я преобразовала этот объект в лист. Если я выведу а, то у меня будет 0, 1, 2 и так далее. Сумма элементов этого списка 45, минимальный элемент 0 и максимальный элемент это 5. Функция sorted позволяет сортировать наш список по убыванию. Функции минимум и максимум находят максимальные и минимальные элементы списка. К спискам, так же как и к строкам, применим оператор in, который определяет принадлежность элемента списку. Он возвращает логическое значение true, если элемент в списке именится, и false, если элемент не содержится в данном списке. Например, два списка. Первый список состоит из символов P-I-T-H-O-N. Второй список состоит из чисел 6-10-2015. Проверяю, содержится ли символ I в первом списке. Да, он есть, он выдал true. Содержится ли 30 во втором списке. Нет, он выдал false. То есть еще разок возвращает либо true, либо false. К второму списку я добавила не отдельный элемент, а добавила список. Если я выведу второй список, то у меня будет 6-10-2015. Это что было. И новый список, то есть список в списке. Индексация, если мы ставим минус 1, то это получается первый, последний элемент, или первый с конца. Так же, как и в строках. То есть у нас последним элементом является список, потом он на экране выведет список программирования 11.3. Сегодня мы с вами познакомились с таким типом данных, как списки, рассмотрели основные методы и функции применимых списков, посмотрели, как задается список, и рассмотрели некоторые операции, которые применимы к этому типу данных. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые вы должны уметь ответить. Знакомство с этой темой мы с вами продолжим на практике. Список рекомендуемой литературы также на экране. На сегодня наше занятие закончено. Спасибо за внимание.